Здравствуйте, королевцы! Здравствуйте, земляки! Я надеюсь, вы уже посмотрели материал на нашем канале о том, что большинство несчастных случаев, которые произошли на станции Подлипки-Дачный, лежат на совести российской железной дороги, потому что наземный переход на станции Подлипки-Дачный не был оборудован в соответствии с современными нормами безопасности. А кроме того, самое главное, российские железные дороги развязали кровавую войну с безбилетниками, войну с так называемыми зайцами. И большинство несчастных случаев, которые произошли на станции Подлипки-Дачный за последние годы, лежат на совести РЖД. РЖД теперь цинично прикрывается вот этой статистикой несчастных случаев, чтобы окончательно заблокировать станцию, в том числе и перекрыть нормальный свободный пешеходный доступ между завокзалкой и Подлипками, двумя частями города. Но сейчас мы поймали их просто на откровенной лжи, потому что чиновники наши, они лоббируют интересы российской железной дороги перед жителями, вот как на встрече, когда Аптекин приезжал, выдавая какие-то факты, средства массовой информации. И вот, значит, в мае месяце 2020 года старший инспектор Министерства транспорта Московской области просто откровенно соврал на камеру Королев ТВ. Давайте посмотрим. Данный пешеходный несанкционированный переход очень опасен, а потому что в течение... Много людей гибнет на этом переходе, несколько десятков человек уже в этом году здесь погибли, к сожалению. Несколько десятков человек уже в этом году здесь погибли, к сожалению. Итак, Ренат Юнисов выдал недостоверную информацию, я бы сказал, дезинформировал общественность через средства массовой информации, через Королев ТВ. Я подозреваю, что сделано намеренно, специально, потому что в РЖД, видимо, была такая установка, что усугублять ситуацию, происходящую на станции подлипки дачные, для того, чтобы в дальнейшем полностью законсервировать станцию и заблокировать наземный пешеходный переход, вместо того, чтобы обеспечить его людям в современном безопасном виде. Ну, я не исключаю, кстати, варианта, что это просто некомпетентный человек. Таких среди наших чиновников очень и очень много, и вы все это прекрасно знаете. Но тогда возникает вопрос, а почему Королев ТВ пропустил это в эфир? Очевидно, Королев ТВ сказали, что надо обязательно это дать в эфир, потому что, ну, я не знаю, корреспондент должен был бы напрячься на такие слова инспектора и переспросить хотя бы, потому что действительно десятки гибнут в год на этом переходе, ну, или хотя бы главный редактор, отсматривая сюжеты, выходящие в эфир, ну, наверняка должен был бы удивиться таким словам инспектора и, в общем-то, перепроверить эту информацию. А таким образом жители были дезинформированы, и я все-таки подозреваю, что умышленно.